Добрый день, уважаемые зрители и гости канала. Сегодня, как я уже обещал, попробуем сварить клон бельгийского пива Кугарда. Для этого были приобретены в интернет-магазинах и в магазинах продуктов вот такие вот ингредиенты и, собственно, оборудование. В интернет-магазине Экозвар благодаря Эли были выбраны лидерка пищевая, пластиковая, собственно, бродильная емкость объемом 33 литра с гидрозатвором. Также измеритель плотности сусла АОН-2, дрожжи пшеничные ВБ-06, хмель Хилертау Миттерфлю. В интернет-магазине Мастер Бир было заказано и куплено 5 кг пшеничного солода и 5 кг ячменного солода, светлого, базового. В данном рецепте будет использоваться примерно половина ингредиентов, вторая половина буду пробовать сварить по другому рецепту. Также овсяные хлопья, пшеничные хлопья, 4 апельсина, 1 грейпфрут. Для рецепта нам понадобится как цедра, так и мякоть и апельсинов, и грейпфрутов. Грейпфрут в идеале мякоть очистить каждую дольку от кожуры, чтобы не было горечи. Ну и собственно варка. Значит ставим греться в воду, а пока водичка греется, отмеряем нужное нам количество ингредиентов пшеничного и ячменного солода, а также хлопья. Вот значит по рецепту отмерил я 3 кг солода ячменного базового, 2 кг солода пшеничного. Потом здесь смесь хлопьев овсяных и хлопьев пшеничных и ячменных. Также тут в общем 800 грамм. Так как хочется добавить немножко больше несоложенной пшеницы, то сыпая еще 250 грамм пшеничной крупы. Собственно ждем пока поднимется температура до 48 градусов и делаем засыпь. Температура достигла 48 градусов, всыпали все ингредиенты. 3 кг ячменного светлого, 2 кг пшеничного, 400 грамм овсяных хлопьев, 400 грамм пшенично-овсяных хлопьев и 250 грамм несоложенной пшеничной крупы. Все хорошо размешиваем, выдерживаем при 48 градусах первая температурная пауза 5 минут, далее поднимаем до 50 градусов и до следующей температурной паузы. Итак, температура в варочнике достигла 50 градусов, теперь выдерживаем белковую паузу в течение 30 минут. Прошли у нас полчаса и закончилась у нас первая пауза, далее хорошо все размешиваем. Включаем далее печку и догреваем до температуры 67 градусов, до мальтозной паузы и выдерживаем 45 минут. Температура 67 градусов, выдерживаем паузу 45 минут. Итак, закончилась третья пауза, сусло приобрело вот такой вот пивной цвет. Сейчас постепенно поднимаем температуру до 78 градусов и пауза 2 минуты. Будем проводить меш-аут и после него слив сусла. Соответственно, нагрев до 78 градусов. Пока идет одна из пауз, приготовим рейфрут, почистим его от кожуры, вычистим из долек мякоть, то есть не будем бросать перепонки, потому как именно перепонки дают горечь в рейфруте. Сюда же добавим резаные дольки апельсинов. Все это вместе с небольшим количеством воды прокипятим отдельно, где-то минут 15. И вот эту полученную жидкость, наверное, вместе даже с мякотью, добавим в исходное сусло, где-то минут за 5 вместе с последним хмелем. К получившимся кусочком рейфрута мы сейчас добавим апельсин. Перед этим сначала снимем с него цедру, которая тоже нам понадобится в заспе. Цедру снимаем таким образом, чтобы не было белых частиц. Ну вот, примерно вот так вот это выглядит. То есть, ну вот она желтая, то есть немножко только желтая. Я снимаю цедру на терке, то есть, ну вот, так мне проще кажется, потому как снимать ножиком и еще всякими там устройствами. Можно срезать белую часть, и она, соответственно, потом буду арчить. Ну, снимаем с четырех апельсинов, потом апельсины чистим, дольки режем, ну и добавляем, как я уже сказал, сюда к рейфруту. В итоге получилось вот такое вот количество цедры и вот такие вот апельсинки. Сейчас я их почищу, порежу и добавлю сюда вот к рейфруту. И потом поставлю их кипятить, пока как раз нас сусло набирает нужную температуру, чтобы потом не отвлекаться зря. Температура поднялась до 78 градусов. Выключаем нагрев и даем постоять пару минут. Это у нас, собственно, мышь-аут. Сейчас сделаем йодную пробу. Ну, если все нормально, ну я думаю, что и так все нормально, ну сделаем на всякий случай. Будем сливать сусло с дробины, промывать промывочной водой. Сейчас она уже поднялась тоже до 78 градусов, нагрелась на печке в отдельной кастрюльке. Промываем, сливаем, ну, временно сливаем в бродильную емкость. Достаю дробину, вымываю полностью бак, заливаю назад сусло. Ну и поднимаем до температуры кипения. Ну, соответственно, кипятим. Сейчас проведу йодную пробу, включусь буквально через чуть-чуть. Смешиваем йод и сусло. Как видно, изменение цвета не произошло. Проба не посинела, значит, можем спокойно сливать. И не париться. Значит, пауза у нас закончилась. Сейчас сливаем сусло в емкость. Для этого предварительно нальем немножко пару раз. По чуть-чуть сольем ковшик для того, чтобы убрать муть, которая осталась в фильтр системе. Собственно, немножечко открываем. По-любому пойдет сусло немножко грязноватое. Мы его, соответственно, вернем раз или два раза назад в котел. А потом сольем уже непосредственно чистое сусло без примесей и так далее. Непосредственно слив уже чистого сусла. Сейчас эту кружечку верну назад в котел. Ну, вот тут уже вот такое красивое сусло. Запах стоит, конечно, на всю кухню. Постепенно фильтрация у нас подходит к концу. Далил уже 10 литров промывочной воды. Вот так видно, сверху она намного прозрачнее, чем сусло. Сусло идет такое вот, в трубе видно, прозрачное-прозрачное. А заглядываешь в бак и, конечно, пипец. Свет, конечно, немножко пугает. Ну, ничего, я думаю, сейчас, во-первых, оно еще прокипятится. Некие тоже взвеси уйдут. Плюс выбрать их, ну, будут посветлее однозначно. Ну, и плюс, как бы, здесь еще не полный объем. Но я въем, и оно, кажется, темнее. Ну, ничего. Думаю, все будет хорошо. Так, ну, собственно, при доливе промывочной воды, в принципе, я думаю, понятно. Но в идеале, конечно, лучше пользоваться какой-нибудь такой вот штукой или шумовкой, чтобы вода, конечно, сильно не взбалтывала кашу, для того, чтобы нам лишний мусор туда не приносить. Ну, собственно, фильтрация закончится, и, соответственно, будем вынимать дробину, мыть емкость, и все это дело возвращать назад и доводить до кипения. Ну, казалось, что не так страшно. Цвет этого голого сусла, вот такой, светленький. Так, в принципе, и задумывалось. Сейчас померяю плотность. Вот уже сливаются последние капли. Снимаем дробину и переливаем все назад в сусловарочник. Ну, фильтрация закончилась. Дробины. Примерно 27-28 литров пива. Сейчас назад все перелью и буду дальше кипятить. Ну, что ж, наше сусло остыло. Предварительная плотность практически 16, где-то 15,8. Ну, за время того, как оно будет кипятиться, немножко еще выпарится воды, будет примерно 16. Ну, собственно, продолжается варка. В связи с тем, что осталось очень много дробины, решено было ее зря не выбрасывать, а сделать на ее основе дистиллят. Добавлю сюда пару килограмм сахара, потому как в связи с всеми вымываниями и так далее, там в дробине почти ничего не осталось. Чтоб не возиться зря, там, из-за полулитра или чего-то, то хоть какой-нибудь выход будет. Ну, сейчас поставлю его тоже, добавлю сюда воды, где-то зитромодульом 1,4, наверное, где-то литров 15, наверное, водички с утолену. Поставлю, закипячу его, остужу, добавлю. У меня осталось в прошлой варке дрожди, ну, пивные дрожди, которые остались после слива сусла. Тоб не варить на культурных, потому как что-то я завтыкал и не купил спиртовых. Ну, выбор же на пивных будет все равно лучше, чем на диких. Ну, и потом, впоследствии перегоню. Пока у нас пиво подготавливается к кипению, из наших апельсинов и грейпрутов делаем с помощью блендера вот такой вот пюре, что ли. Добавляем немножко воды и ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим минут, я думаю, 15, наверное, может, немножко больше, чтобы выдавить из вот этого пюрешки максимум соков, чтобы, когда мы отфильтровали, все осталось в жидкости, которую мы добавим потом в наш заторный чан. Соответственно, прокипятим потом вместе с этими всеми составляющими, вместе с хмельем, и добавим минут за 5 до конца кипения вместе с последним хмельем. Ну, ждем, пока закипит, и прокипятим его немножко. После начала кипения прошло 20 минут, вносим первый хмель в размере 15 грамм. Вторая порция хмеля Хелертау в объеме в 10 грамм через час после начала кипячения и за 30 минут до конца кипячения. 85-я минута с начала кипячения и 5 минут до конца. Закидываем третью партию хмеля Хелертау Мультир Фру 10 грамм. Также забрасываем 20 грамм кориандра в такой вот штуке. И цедру нашу апельсина, грейпфрута и нашу мякоть. И забрасываем еще мякоть. И все это дело кипятится еще 5 минут, после чего все это дело охлаждаем. Сейчас поставлю чиллер сразу, чтобы он прокипятился. охлаждаем и сливаем на собственно наображение. Собственно составляем чиллер для того, чтобы он продефиницировался где-то как раз за 5 минут до конца. Сусло приобрело вот такой вот оранжевый цвет. Ждем 5 минут после чего начинаем охлаждение. Итак, начинаем процесс охлаждения. Погрузили чиллер. температура постепенно падает. Ну и охладим примерно до 18 22 25 градусов для того, чтобы безболезненно внести дрожди. Сейчас пока происходит охлаждение. Немножко пойдем займемся дрождями регидрируем их и приготовим для внесения. Вносим дрожди в заранее подготовленную и охлажденную кипяченую воду. температурой примерно 18 22 градуса. Вставляем на них на некоторое время для регидрации. дрожди. соответственно их немножко размешаем. Ну и пока наше сусло охладится, дрожди немножко разбродятся и потом будем их вносить. Уже после того, как сусло охладим до температуры примерно 20 22 градуса. В связи непонятных мне действий походу в связи с гидравлическим сопротивлением чиллер начинает себя неадекватно вести вот так подергиваясь постоянно перемешивая сусло. Ну что в свою очередь конечно не очень-то плохо. О! Успокоился. Ну походу дела размешивает немножко сусло и помогает быстрейшему изменению температуры внутри емкости. Успокоился походу. Ну что сусло мы охладили температура 21 примерно с половиной 22 градуса. Сейчас будем аккуратно сливать его в бродильную емкость вносить дрожди. Ну собственно сам процесс. Сливы и аэрация сусла в качестве небольшого фильтра используем нержавеющая ситочка для отловли более-менее таких крупных частиц кусочков смеля и остатков от апельсина и грехлута ну и цедры собственно. Такой приятный оранжевый цвет. Будем надеяться что дальше и останется. Слили все сусло все отфильтровали осталась вон целая куча всякой херни но сейчас выносим дрожди непосредственно закрываем крышечкой все это дело вставлен останется только налить сюда дистиллята и поставить на морожение собственно встретимся на дегустации началось брожение температура 22,3 так вот активно булька и дозатвор и дозатвор и дистиллят для предотвращения заражения вот глянье и дозатвор а это может дозатвор